Добрейшего геройского времени суток на связи Антиквар. Добро пожаловать в Героев Меча и Магии 3, где мы продолжаем проходить оригинальные кампании из цикла Возрождения и Рафии. В настоящее время проходим кампанию Подземелья и Дьяволы. Представляю вашему вниманию вторую часть прохождения второй же миссии из этой кампании, разбивающей землю. Если вы по каким-то причинам пропустили начало прохождения этой миссии, можете перейти по ссылке, которую вы видите в правом верхнем углу вашего экрана. Тогда, начав с самого старта, вы не пропустите ничего интересного из наших приключений. Я же, с вашего позволения, буду продолжать. Как вы помните, у нас все закончилось в прошлой серии довольно активно и бодро. А именно, Ксерон, ну, понятное дело, боец светлых сил Рафии, да, вечно горящий, решил поджать нас. Отобрал у нас деревню, построил там форт, то есть преобразовал ее в замок, угрожая сейчас нашему джину Айне. Ну, в общем, дело-то в том, что он очевидный эфрит, она джин, ну, все понятно. Думаю, здесь никаких дополнительных слов говорить не нужно. В общем, нам надо с ним что-то делать, как-то с ним бороться. И вот, что я предлагаю в этой связи совершить. Значит, мы берем Гиммера и ведем его навстречу к Серону. Гиммер у нас главный, поскольку у него есть земля. Джидит пока не оправдал надежд и ожиданий, которые мы на него возлагали. Давайте мы тут друг у дружки поучимся магии, на всякий случай. На улучшенной гарпии ты продолжай бежать. Диммер продолжает прессовать к Серону, параллельно забирает тысячу опыта, правда не подкачивается, но это ладно. Теперь, теперь у нас есть Джидит, который засел в деревне. Полагаю, ему нужно скупить армию. По магии у него все хорошо, он тут себя задаблил, у него 120 маны. Кстати, давайте я вам покажу двух наших главных героев. Это Джидит, вот с такой вот, как бы так сказать, спорной прокачкой, неоднозначной, да? И вот такой вот Диммер. Ну, Диммер повеселее. Как по мне, однозначно первый номер, по крайней мере, по состоянию на здесь и сейчас. Ну, ладно, Джидит тоже побежал. Угу, адский троглодит, хотят присоединиться. А я так-то и не возражаю. Что ж нам возражать? Здесь есть выход на поверхность, а можно поджать деревню, да? Ну, давайте мы на поверхность, наверное, все-таки поднимемся, просто полюбопытствуем. Что там? Тут мы можем забрать плюс мораль, что мы сделаем. А чтобы пройти дальше, нужно пробить архимагов. Зато мы получим возможность отжать муста. С архимагов 10-19, но у Джидита есть молния. Ну, правда, они по нам постреляют тут. Но, с другой стороны, что нам нужны деньги, нам нужна экономика, вот это вот все. Ух, их тут, они еще встали-то как. Неприятно, да? Так, сколько тут? 120 жизней, стрелки не хватает, молнии хватает. Ну, в общем, поехали. Поехали бахать. Единички пошли. Ты, я даже не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, сюда встать можно, да? Безболезненно и безбоязненно. Да, глаза страдают очень сильно. Единички магов не заинтересовали, а зря. Так-то мы сейчас будем вас блочить со всех сторон. Отлично! Вот что я скажу, это же просто превосходно. Тебя забираем, а ты вниз сюда добежишь, да? И, скорее всего, будешь это делать. А, ты вот к этой единичке пойдешь. Ну и прекрасно. Слушай, так получилось вообще отлично. Вообще огонь. Да, мы сливаем здесь ману, но по большому-то счету и что? Так, вот ты не добегаешь, конечно, вот сюда. Это в некотором смысле проблема. Не туда мораль, куда хотелось бы видеть. Ладно, ты стой к дефе. Полагаю, что нормально. Так, ну и тут уже обойдемся, что называется, без этой основной аравы троглодитов. Десять, семнадцать, там двадцать два. Ну, давайте стрелочкой мы это дело под контролем. Десять, девятнадцать, как всегда, да? В скобочках девятнадцать. Что у нас тут? Тут у нас никого нет. И это замечательно. Есть щиточек. Десять, девятнадцать собак. Охраняют щит тоже неплохо, да? Взять по артефактам мы прям можем сейчас подняться. Подняться неплохо. Так, что касается айны. Что касается отстройки. Давайте вспомним, чего я хотел. Я хотел замок поставить, по всей видимости, да? У нас здесь есть минотавры все-таки. Да, давайте поставим замок. Можем по деньгам себе это позволить. Дальше у нас будет капитолий. Ну, в общем, как-то так и будем развиваться. Что касается отжита. Может им все-таки вот этот коридорчик проверить, а не бежать к городу. Чего я к городу бегу? Или вообще вылезти на поверхность и там что-нибудь пособирать. Вот этот вариант мне еще больше нравится. Не то, чтобы здесь много чего было, но какие-то ресурсы валяются. Айна, ну а ты, наверное, что делаешь? Ты, наверное, должна добежать до этой деревни, чтобы выучить заклинания. Хотя, чтобы выучить те заклинания, тебе достаточно будет дотронуться до джидита, да? В общем, я думаю, Айна с удовольствием это сделает. Мужчина загадочный, импозантный. Чтоб до него и не дотронуться. Смотрим. Смотрим прежде всего на то, что будет делать Ксерон. Ксерон решил, что встречаться с Диммером в планы его нынешней не входит. Ваш советник сообщает. Плохие вести. Войсками Нрота на юге командует Катерина Железный Кулак. Дочь покойного короля Сердца Грифона Эрафийского. Под ее командованием находятся большие силы и они укрепили свой плацдарм вдоль берега. Если мы не поспешим, то, скорее всего, она достигнет Стедвика раньше нас. Ну, достигнет и достигнет. Плохо, что мы не успеваем забрать этот город вот-вот прямо здесь и сейчас, да? Это значит, что просто он Гарпий там выкупит Гарпий. А так-то было бы неплохо сделать это самому. Ну, ладно. Тут вот уж выкупит. Ничего я с этим не поделаю. Войск здесь нет. Гильдия здесь есть с замедлением. Что немаловажно. Даже хранилище ресурсов. Стену знаний ставим сразу же. Плюс единичка нам не повредит определенно. Ну и, наверное, за щиточком пойдем. Давайте мы это сделаем. Так. Можем себе позволить и через стрелочку с ними разобраться. Тут, если не вылетит мораль этого, у нас вообще никаких проблем, да? Интересно просто 50 троглодитов на сколько ударят. Удача это хорошо, но только не туда залетело. Нормально, кстати, троглодиты ударили. И здесь еще моралька залетела, что тоже хорошо. Ну и тут через стрелочку заканчиваем. Мучение песиков. Щит наш. Отлично. Ну, что сказать. Джидит так-то выглядит весьма внушительно по статам. 3667. Такое впечатление, знаете, что у нас не чернокнижник в отряде, а я даже не знаю, на кого это больше похоже. Такая ровная прокачка. Какой-нибудь... Какой-нибудь боевой маг, я не знаю. Ну нет, все-таки. Ну не, ну похоже, да, где-то. Где-то как-то. Так, Аджид может получить уровень. Ну, давайте получим. Он с нами перейдет. Будет второго уровня хотя бы. Жаль, денег мы здесь никаких не видим. Ну и, наверное, хочется прямо сейчас поставить префектуру в деревне. И дальше копить уже на Капитолий. Так, смотрим. Смотрим на Красного. Что он будет делать? Главное, чтобы он нам там даблману, да, не запорол. Вроде как он это решил не делать. То есть, героев там не было. Угу. Неплохо. А вот тут зато героев сколько хош. Зубин, Мелодия. Кирюху где-то откопали. Ксерон армию утащил. Так, достаточно ли у Диммера вообще сил для того, чтобы попытаться пойти и отжать городок у наших оппонентов? Вот в чем вопрос. Магию я могу смело использовать же, правильно? Мы ее сейчас задаблим и все у нас будет. Так, тут придется потерпеть. Ну, в общем, стрелять только надо было, я полагаю. Вот тут сразу же, да, и вообще бы проблем не было. Ну, по большому счету их и так нет. Это все-таки не проблема. Потеря одного троглодита, это ерунда. Продвигает магию земли Диммер. У него плюс эспешечка, что круто и важно. Так, задаблили. Монопул у него, да, пока очень скромный. И тут, конечно, есть некоторые вопросы к нему. Так, может припорталить кого-нибудь? Ну, так-то это войны дополнительные, да? У нас руды не очень много. Давайте припорталим. Просто я хочу сделать вылазку наверх и мы порталим копейщиков. Ну, любопытно, что тут скажешь. Ничего не скажешь. Ну, пусть они будут единичками, что ли, раз такое дело. Я все-таки рассчитывал, что кто-то родной, да, к нам прилетит на помощь. Так, тысячу опыта берем, хотя прямо здесь сейчас, наверное, это никак не повлияет на то, что мы имеем по части опыта. Взять ли вот эту атаку? Я рядом, наверное, вообще хотелось бы. Давайте возьмем. Не уверен, что Диммер еще здесь будет пробегать. Что касается Джидита. Он что делает? Так-то, наверное, неплохо бы поджать неприятеля, да? Вот отсюда с юга. Идти через Церберов. Но для этого нам бы, по идее, сбегать опять пополнить ману, да? Удвоение. Ну, хотя мана у нас есть. 62 маны. Через эльфов не пойдем. Что-то как-то нам боязно в школу магии забежать. Ну, полагаю, что так. Полагаю, что нужно. Да, давайте мы пока здесь в школу магии. Здесь собираем подкрепление. Ибо неприятель показывает зубы. Показывает, что настроен он крайне решительно. На Капитолий нам не хватит, да? На следующий ход. С покупкой глаз. Вот с этим вот совсем. С покупкой пик. Могилу почистили. Ну, в общем... В общем, ведут себя достаточно активно. Да, надо идти определенно у них забирать город. Забирать город на этой неделе. А Джедит, по идее... Ну, то есть зачистить героев вот здесь, да? А Джедитом поджать. Здесь плюс СП. И через собачек двинем. Опыт. Можно. Это плюс уровень. Плюс уровень хорошо. То есть, даже если не дойдут ничего приличного в продолжение, волшебство продвинем. Будет молния больше бахать. Ну, то есть это в любом случае не будет бесполезным, да? Мероприятием. Окей. Диммер, конечно, со своими троглодитами такой небыстрый. Прям вообще. На следующий ход мы поставим Капитолий. Здесь мы продолжаем потихонечку подкупать себе армию. Ну и все. А Джедит больше ничего сделать не может. Ну, двинем его, наверное, дальше. Так, кто у нас, кстати, из героев в таверне? Домокон пришел. Вот домокон это можно и нужно нанять. Крутой герой, да? Он сам по себе с продвинутым оружием. Плюс 350 голды. Никогда не будет лишним. Ну, тут еще и гречен есть. Варвары. Любой варвар крутой, да? Ну, в данном случае мы все-таки пойдем, наверное, в родных ребят. Слушайте, армия в городе уже сидит здоровая, но... Что называется, наши финансы... Не то, чтобы прям сильно поют романцы, ну так. Слегонца. Берем конюшню. А есть колодец, да? Но это больше для... Это больше для Джидита. Все-таки у Диммера, у него по знаниям... Есть некоторый... Недостаток. Так. Продвинутая разведка. То есть будет еще куда качаться. И еще есть герой. Добиваем. Орин. Зачем-то хочет нас... Обидеть. Троглодитов много отнять. А не очень понятно, как он это... Собирался сделать. Через стрелочку. Ну, сколько? Четыре? Ох, хорошо. Тут сколько? Еще один. Здесь подвалочка подставим единичку. Еще одну. Просто не хочет... А, еще будет стрелочка. Метеоритку не хочется тратить. Тут не те потери, да? Чтобы терять. Не те потери, чтобы тратить ману. Все-таки маловато ее у нас. Хочется оставить на какое-то более серьезное сражение. Да, еще сейчас пойдет, понятное дело, стрела в троглодита. Надо, наверное, стрелкой добить. Просто, чтобы баллиста в нас не стреляла. Ну, может, это и неправильно. В итоге так же, да? Такие же результаты, что ли, получились. Что у нас здесь? Ну, какая-то магия. Вот это вот все. Так, мелодия убегает. Ну, мелодии армии толком нет. Это, в общем, не страшно, что она куда-то побежала. Погнали пробиваться. Нет, нет, не будем отступать. Спокойно. Все у нас будет хорошо. Ох, елки-палки. Их тут... Порядочно. Порядочно. Слушайте, а у Димира появилось же массовое замедление, да? 25 жизней, то есть стрелочка вполне их забирает. Вполне себе неплохо. Так. Слушай, эту сюда единичку, этого красавца сюда, и вас вниз. Как-то так. И он все загородил. Эти вынуждены оббегать. Да, сейчас, конечно, будут у нас некоторые проблемы. Но тут уж что поделаешь. Тут ничего не поделаешь. Так. Так. Здесь так. Ну что это? Так, это некрасиво с твоей стороны. Прям вот. Даже не знаю, как это еще можно обозначить. Наверное, вот так. Тут терпим. Все равно нам нужно будет удар принимать, да? Ну, нормально. Десяток троглодитов. В общем-то, ничего. Так, здесь мы ускоряемся до конюшни. Ну, насколько он может ускориться. Здесь ставим капитолий. Давно пора. И хоть иди в магию, да? Отстраиваться. У нас серы не очень много. Серым можем поставить, кстати говоря. И, наверное, нужно это делать. Не то, что можем, а должны это делать. Потому что магию построить хочется. Ту же тпшечку им и, в общем-то, цены нашим ребятам уже и не будет. Так. Айна. Тобой тоже повоевать, по идее, докачаться, да? Тобой же... Тебя же хочется прокачать. На того же Димера переучить воскрешение. Это же важная история. А чтобы тобой повоевать, так, дабл ману тебе залили. Залили и залили. С другой стороны, 80 маны. Будешь у нас бахать, как не в себя. По части колдовских наук и прочего. Так, здесь что мы делаем? Здесь ничего толком и сделать-то нельзя. Можно пойти дальше в экономику. Наверное, да, потихоньку двигаемся в этом направлении. Деньги есть, ресурсы есть. Айна стоит на разгоне. Так, у нас сейчас будет пятый день. И Димер должен выдвигаться в сторону Касла. В принципе, я считаю, что... Имея ту магию, которую мы имеем, так успеет ли он? Да, он должен успевать. Мы должны, в принципе, вопрос с забором города решить успешно. Опять же, на конюшнях бегает. Он неплохо разведочку тут дает. Но тут джедит. Появляется. В общем, все как-то при деле. Все нашли себе занятия и развлечения. Так, 13 тысяч. Это неплохо. Деньги идут. Наверное, все-таки вот так пока, да, чтобы Сера шла. Сера нужна. Логово Монтикор можно поставить. Для начала чердак Гарпий. То есть мы же ее должны на ком-то отправить. Вопрос, куда мы ее хотим отправлять? С кем она будет биться? Есть Медуза. С Медузами больно. Есть Минотавры. Есть еще Медузы. На север отправить. Тут глаза. Все-таки она не скажет, что прям супер воин-то. Здесь у нас островок бесполезный. В том плане, что... В принципе, можем вот сюда перебраться, посмотреть, что к чему. Так, и тут еще один город. А была деревня же, да? В Стилуутере. Значит, Стилуутер можно улучшать. Учтем. Учтем это дело. Скупиться. Скупиться. Еще денечек постоять. Давайте, наверное, еще день постоим. Нужно нам побольше войск. В принципе, после того, как мы отожмем у них кассел, учитывая, что оплот долгое время не был отстроен, у нас все должно быть неплохо. Так, здесь сразу берем защиту, пока нам по дороге пробиваем рыбок. 19 без улучшенного стека, ну, в общем, мечта. Опять же, не тратим ману, я полагаю. Вы полагаете? Да полагаю. Сюда гарпию. Можно единичку вот таким образом реализовать, чтобы наши копья поучаствовали, да? И вот так мы спокойно слили рыбок. Иди сюда. Поймали в ловушку. Рыбку. И теперь можем спокойно ее расстрелять. Так, в целом-то получилось отлично. Отличная пробивка. Диммер, не разочаровывай меня, пожалуйста, начинай качаться как должно, как положено. Армии никакой толком нет. Не могу сказать, что нас это сильно расстраивает. Слушай, 10 тысяч идет, да, очень хорошо. Капитолия и два города по две тысячи. Ну, в общем, в общем, кайфово. Ты, дорогой товарищ, забежал сюда, здесь был. А может быть, двинуть сразу в сторону красного. Так, мне хочется очень сильно построить магию. Хотя бы в одном городе. Вот что я вам скажу. Поэтому мы приступаем. Так, и плюс мне нужна армия на Айну. Вообще-то, наверное, вот так еще хочется сделать. А, я постройку уже сделал. Ну да, конечно. Глаз хотел я улучшить для этого. Даже, видите, серу выменял. Просто, чтобы война была побыстрее. Как-то так. Троглов не берем. Ну, давайте. Вот такая Айна поедет кого бить. Дурных глаз. Тут куда ни посмотри. В общем-то, охрана не шибко приятна. И поэтому... Ладно, погнали бить дурных глаз. Хорошо. Вы меня убедили. Аджит тут нашел проход. Просочился, можно сказать. Начинает исследовать территорию. В поисках поживы. Так, ну что? Джиди там будем делать. Побежим дальше. Понятно, что по армии у него все печально уныло. Нет копеечка в годных службе. Ну, что же делать? Наверное, побежим. Есть магия, да? Есть молния. В общем, будем бахать. Статы хорошие. Не пропадем. Глядишь и не пропадем. Очень много героев у компа. Кстати, нам, наверное, джидитам даже важнее не пропустить оппонентов на нашу территорию. В океал. Откуда ты так и взялся? Ну, это основная армия у него. И очень неприятно, конечно, с тактикой. Он вот это вот все организовал тут. И гарпия не долетает перекрыть. Неприятно. Но, может быть, кстати, и неплохо, что он решил вот так с глазами поступить. И, в принципе, он подставил мне вот этих ребят, да? Под атаку. Под магическую. Ой-ой-ой, зачем же я единичку-то отдал? А, не, все правильно я сделал. Спокойно. Единичку я не отдал. Я просто тут сгруппировал ребят. Под метеориточку. Получается так. Слушайте, ну, больно. Больно вообще-то они мне накидывают тут. Ладно, у меня 36 глаз. Их убить не так-то просто, да? Давайте здесь прикрываемся. Лечит. Понимаю. Минус единичка. Минус единичка. Минус гарпия. Так, глаз оживили мне, да? Привели, так сказать, в чувство. Надо мне здесь кого-то бить. Ну, Грифон, в принципе... Итак. Снимет в нас ответку. И тогда конник в нас просто беспрепятственно въедет. Поэтому забираем. Слушайте, не берем мы город. Так. Так. Молодец какой. Какое грамотное распоряжение маной. Просто не в сказке сказать. Ну-ка, дайте-ка мы щиточек на глаз бахнем. И в защиту. Нам надо просто жить глазами. Просто жить. Вот это уже больно. Слушайте, и мы, наверное, не вытягиваем прям чуть-чуть, да? Не хватает маны. Тут у нас, считайте, просто как бы стрелочки. Так, сейчас конь еще ворвется. Но мы дадим. Хотя, а что мы не вытягиваем-то? Все мы вытягиваем. Мы только остаемся без маны. Шлем получаем. И все-таки и тебе, да? Впихнули что-то непотребное. Да, прокачка не радует. Прямо скажем. И тут уже армия, с которой я ничего не делаю. Слушайте. И мне нужно возвращаться, потому как... У меня маны. Сами видите, сколько. Зато есть шлемы. С этим шлемом я буду чувствовать себя гораздо увереннее. Да, не получилось. С лету на сколько взять город. Это неприятно. Так, окей. Окей. Хорошо. Тем веселее и интереснее. Колодцев-то вроде много, но что-то как-то... Не сказать, что они нам сильно помогали. Так, Джидид. Слушай, ты, дружочек, давай-ка, наверное, передавай армию. И иди за... Подкреплением. Вот что я скажу. Причем, наверное, вот тут через конюшню. Как-то так. Ну, любопытно. На самом деле, любопытно. Где они такого в океала еще вырыли? Неплохого, да? Убедительного. Я бы вот как это назвал. Так, Джидид. О, кентавры встали на охрану нашего замка. Ну, кстати говоря, 50-99. Так просто их... Не сломать этих ребятушек. Так, ты сюда. Ты сначала за... Конюшней. Ну, что, делаем из тебя основного героя. Просто все арты передать. 2-6-8-9. Так, меньше СП. Мне, наверное, нравится больше СП, а Кирасу мы все-таки оставляем на Джидиде, да? Вот так вот мы делаем. Вот так вот, как говорилось в известном ролике от известного персонажа. И домоконы я так и нанял. Думаю, что-то я не сделал, что мне хотелось сделать. Ну, тут ману заливаем. Это, в общем, неплохо. Портал. Порталит опять неизвестно кого. Ну, смотрим, кто у нас тут. Ага, приходит еще один претендент. На первенство. Эх, домокону-то надо было так профукать, но... Неприятно. Давайте-ка мы вот так сделаем. Как-то так. Медуза пусть пока сидят, да? Аламара взяли. Армию повезли. Айна продолжает свой поход. Единички гарпии. В общем, нет, мы не хотим с вами биться лишний раз. Нам зачем? Есть деревенька. Деревенька это приятно. Сейчас мы ее заберем без потерь. Без потерь, я сказал. И все у нас будет хорошо. Ну, тут не берем, да? Мы именно родных ищем. Эх, как же так с домоконом-то получилось? Есть вот такие еще ребятушки. Можно просто для единичек их набрать. С собой. Маны у нас больше, чем мы можем, так сказать, переварить в два раза. Поэтому никаких удвоений нам тут и не нужно. Слушайте, много стоит всяких ребят. Да, еще и кентавры приплодились. Горанды. То есть пройти-то никуда не могу. Здесь берем ускорение за конюшней. Ну и обратно. Да, сейчас понятно, что они скупятся. Опять будет армия. Но у нас так-то теперь диммер будет бахать еще сильнее. Волшебство, оно вроде как и не очень приятно, да? Но оно все равно усиливает метеоритку. То есть у нас сейчас и СПшечка приросла. И, в общем, диммер стал сильнее, да? И волшебство у нас основное появилось. Может, не самый желанный навык. Но он и не бесполезный для мага-боевика. Для мага, который играет именно от нанесения урона заклинаниями. Ну и я намерен, твердо намерен забрать город. Так, Ламар. Качается. Как-то так. Джидит просто забирает армию. Учит тут. Всему молодого коллегу. 130 троглодитов. Так-то тоже, да? Сказать, что какая-то ерунда несущественная. Тоже не скажешь. Так, ну и Айна, по идее, должна уже тут найти какой-то выход на поверхность. Вот он он. Адские троглодиты почему-то не хотят к нам присоединиться. Ну, значит, мы будем их побеждать. Ну и, как я уже сказал, нам надо Айну прокачать. Так, ну и надо все-таки потрогать Джидита. О, как. Не побежал. Да ладно. Ничего себе. А я как-то рассчитывал на твою сговорчивость. Вас мало. Вас сюда. Ускорение дать. На Минотавра. Ну, давайте. Так, сколько ты урона нанес? 255. А у них жизней 8. То есть, Минотавром можно бахать и вот по этим кентаврам прям совершенно спокойно. Два выживают. Ну, какие выживают, те до старости живут. Как было в одном известном литературном произведении. Экспертная мудрость. Замечательно. Только мне нужна экспертная грамотность. То есть, а так вообще все прекрасно. Ладно. Идем качаться дальше. А Джид, ты вот у нас какой-то бесполезный, да? Не пришей кобыль и хвост реально. Здесь хранилище ресурсов ставим. Нам нужно больше серы. Как вы понимаете, планы наши озвучены. Так, ну и тут ребята шустрят. Как говорится, шустрите, не шустрите. Тут мы не трогаем как раз кентавров. Почему? Ну, потому что нам нужно сохранить ману. Да, армии тут толком нет. Но, то есть, мы тут должны тащить именно что на мане. Именно что на магии. Ну, а здесь можем повоевать. Угу. Я вот думаю, как лучше сделать. Давайте-ка мы его замедлим. Угу. А то уж больно он бодрый и веселый. Угу. Так, тут мы единичку. Со спокойной совестью отдадим. Здесь делаем вот так. Сколько у нас троглодиты забирают? Троглодит хорошо бьет. Надо отдать ему должное. Слушайте, наверное, можно. Да? Сколько там у нас? Да, нормально. Нормально минотавр себя показывает. Сейчас еще одна единичка пойдет. Но это, в общем, ерунда. Отдали несколько троглодитов. Продвинули волшебство. Ну, в общем, все как мы любим. То есть, пошли качаться. Кстати, Аджит, я нашел тебе применение. Сейчас забегаешь в конюшни, а потом вот сюда, на мельницу. Так, теперь здесь. Ну, как, Джидит даже до башни Марлета добегал? Ну, просто красавчик. Не дать, не взять. Везде-то ты был. Кентавров дальше бить. Просто прокачиваться. Так, тут мы ставим гильдию. Полагаю, в мантикор не пойдем. Антимагия. Из приятного. Но нас, естественно, больше интересует четвертый уровень. Полагаю, не нужно объяснять почему. 10-19 серебряных пегасов. Угу. И Уланд, которого можно поймать и призвать к ответу. Тут же можно его наказать. Так, хорошо. Тут понятно. Тут все ясно. Скорость 12-я. Мы можем гарпией обогнать, да, и просто забрать первую скорость, если на нее кинем хаст. Или не можем обогнать. Нет, подождите. Девятое. Нет, не можем. Нам не хватит. Молния 110. Давайте молнию дадим. То есть, надо тот урон, который мы можем нанести, наносить. Ага. Единичку для того сюда и подставили, да, чтобы пегасы подблочили глаз, но при этом были открыты... Ну, забрали единичку и были открыты для ударов. То есть, нанесли нам по минимуму урона и при этом подставились. Так, ну, Уланда. Побеждаем. И, наконец-то, у нас экспертная грамотность. Вот это хорошо. Вот это очень хорошо. Ну и пока мы наши дела, кстати говоря, на карте на этой не закончим, вот этот городочек-то можно им и оставить. Лучше я вам скажу. Джидита. Ой, Джидита. Аламара подкачиваем. Кстати говоря, вот, пожалуйста, вот он показывает свой настрой на то, чтобы стать главным. Тут же лутает землю. А убежать никак не получится. Ага. Минус Аджид. Слушайте, нам героев надо нанять. Так-то у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая Кирюха к нам бежит. Я что-то даже не посмотрел, когда она на меня напала. Ну, что-то мне кажется, что я ее джидитом-то и не остановлю. Так, ну ладно, нам город надо забирать в любом случае. Потому как уж больно они хорошо из него получают всякие... Всякие подкрепления. Ксерончик. Зачем ты гарпию оттуда увел? Так, то есть мы можем кидать замедление, но у нас его нет. Да что ж такое-то? Чего же у нас ничего нет-то? Наверное, монахов тогда надо забрать. Так. Понятно, что они обделались в этот раз. Ну, это вот ради бога, ослепление, это все ясно. Это нас как раз не слишком сильно гнетет. Так, минус арбалеты. Такой нехороший товарищ. Угу. Ладно. Опять, короче, без армии мы тут остаемся. Тут гарпии. Понятно. Так, единичка моя ходит. Все ману сейчас посольем. Ну, единичку сохраняем для того, чтобы башня была куда пострелять в том числе, да? Ну, и тут мы сейчас все заканчиваем. Ладно, так или иначе, с потерями, но город мы забираем. Водичку нам предлагают. Ну, хочется как бы не водичку, конечно же. Смотрим, что здесь. Четвертый уровень магии отстроен, но тут как раз ничего интересного и нет. Скупились прям по полной программе. Есть армия, вот, допустим, можно усилиться просто, чтобы какое-то мясо было, чтобы пробежала она по внешним жилищам. Можно Киеву, да, взять. Почему бы и нет. Так, это мы оставляем. Это все они собрали, да, уже? Понимаю, одобряю. Ну, и здесь, конечно, разгоном это тяжело назвать, то, что у нас сейчас будет происходить. Ну, ману нам надо залить. Так, отлично. Теперь. Теперь у нас вот такая вот история. Че там у нас по молнии-то? Ну, будем, че, будем наносить максимальный урон и отступать. Видимо, так 231. Ничего другого нам не остается, вряд ли мы его победим. Ее. Кирюха, дам пауку. Магии-то нету. Это неплохо, кстати. Сейчас попробуем че-нибудь и сделать, подождите. Можем зато вон зажду крови бахнуть. По всем. Так. Ну, ману подэкономим, где можно. Так, нет, наверное... А куда лучше? Вот этих лучше забрать или вот этих? Два-три стреляют два раза. Эти стреляют один раз, но... В общем, мне кажется, плюс-минус-то равнозначно. Эх, сюда бы, да, нашего Демера, но... Немножко по-другому тут все расставились. Так, нам... Эээ... Тут нужна молния. Однозначно. Ну, здесь будем терпеть. А че делать? Ну, какая мораль на монков? Ну, совесть у вас есть. Мне кажется, нет у вас совести. Так. Наверное, гарпию вот сюда подставлять. Надо будет ее отдавать. Здесь забирать монка. Бахает он сильно. Это вообще никуда не дошел. Минус гарпия. Это понятно. Но сейчас нам будет че... Чем ответить крестоносцам. На самом-то деле, да. Давайте вот тут снимем ответку. Бьем. Стреляем, да. Ну, и просто бахаем минотаврами. Угу. В минотавра? Ух ты, ничего же себе. Неожиданно для меня было. Честно вам скажу. Хотелось строглодитов закрыть. У них, в принципе, стэк-то приличный, поэтому... Поэтому... Поэтому как-то так. Ну и, наверное, надо грифонов. У них тоже стэк приличный, да, остался. Вот. Вот восьмерочку уже получше. Слушайте, мы, по идее, даже убиваем ее. Так, ты в деф. Просто терпи, сколько вытерпишь. Просто сколько вытерпишь, столько и хорошо. Тут забрали, здесь выстрелим. Минус конник. Эх, выживает на нескольких хп, но у нас, благо, мораль. На трех хп, и здесь строглодит все заканчивает. Да, я вначале, когда столько мяса увидел, подумал, что не выйти. Ну нет, нормально. Нормально, армию, конечно, отдали. Вот, воздух, джидит, ну у тебя проблески разума, ну где земля? Шо ж такое-то? Шо ж у нас никто не слутает-то все как положено. Так, ладно, вот такая у нас чудо-армия осталась. Ну какая есть, да? Какая есть, на такую и терпим. Так, ладно, думаем, что дальше. Здесь глаз можно улучшить, правильно? А, и Минотавров же еще. Отлично. Просто, отлично. И Минотавры же у нас были не улучшенные. Здесь просто разведку пока даем, да, наверное. Наверное так. Рудник вот этот заберем, потому что можем. Аламар качается. Ты пополняешь ману. Да. Ну, вроде норм. Кто проскользнул? Ох, да елки-палки, откуда вы их берете-то? А это кто-то, который убежал вот отсюда, да? Угу. Так. До 50 гномов я убивать кем буду? Что-то еще один герой, с которым я не факт, что справлюсь. Так вот, навскидку нет у меня уверенности. Ну что, Ризу нанять, пусть Ртуть приносит. Или Андру. Еще болотных ребят в помощь. У нас мяса как бы особо нет, только троглодиты, да? Зато приличное количество. Ну, пробуем, пробуем. Если что, убежим. Как я уже говорил. 24 гномика еще тут. Так, погнали. Потихонечку. Оу. Полегче. Полегче боевые гномы. Уж больно вы страшные. Давайте в них, что ли? Ну, просто они солидно очень выглядят. И ускорение солидно выглядит, надо признать. Минотавра мы тут отдадим. Стрелочка в Минотавра. Гномы врываются в Минотавра. Наверное, это неплохо. Так, и гномы сейчас, да, будут врываться? И... Слушайте, ну мы так-то неплохо терпим. Ну, давай. Есть. Прошло. Неплохо. Норм. Ну, и здесь мы бьем. Да нет, нормально, слушайте. Даже несмотря на вот эти вот фортили с удачей от мелодии. Все равно мы здесь побеждаем. Понятно, что она еще может в нас додать тут стрелу. Но это уже лирика. Такие зарубы плотно идут прям. Качаем не то, что нужно. Но это ладно. Так, уже есть повод пополнить ману, да? Амулет гробовщика, наверное, снимем, чтобы он никого не смущал. Вот, магия воздуха зашла, но, по крайней мере, это удешевило нам молнию. То есть нет худа без добра. Вот, что я могу сказать. Опа, плюс статы. А ирис есть. Не очень страшный, но Джидиту, наверное, уже страшный, слушайте. То есть сам по себе, может, и не очень, но для Джидита уже какой-то такой... Серьезный неприятель получается. Так, ну, в общем, какие у нас планы? Давайте о будущем. По идее, мы тут сломили сопротивление оппонента, да? По большому счету. Я не буду отстраивать во всех городах гильдию магии. Понятно, что так мы бы, скорее всего, ИТП получили, и контроль получили воздушный. Я построил гильдию вот в этом городе, и после этого мы оппонентов можем забирать. Планы такие у меня, что касается Диммера. Кстати говоря, еще один момент. Вот, что называется, не играю я джеба с кросса или какие-то шаблоны, в которых... Играешь несколькими героями, да? Пвп я имею в виду, играю ауткасты с одним героем. Не оставил я разбивочки нигде. Я уже не помню, даже была она ли здесь или нет. Но вот сейчас бы я разбился вот сюда. И потом бы переразбился. Ну, придется, наверное, на кентаврах, чтобы оказаться рядом с Айной. Ну, хотя рядом с Айной, а в смысле? Вот отсюда вылезти и тут как-то встретиться. Ну, просто чтобы обменяться заклинаниями. Ей бы надо еще и... Не только с Диммером, но и с... Джидитом или Аламаром повстречаться, да? Во-во, их-то тут наплодилось. Просто обалдеть можно. А Аламара можно, по идее, к ней отправить. Или это опасно? Ну, по идее, на гарпии быстро. Ну, вообще опасно, конечно. Да и тебя, на самом деле, можно отправить. У тебя армии только нет. От слова почти совсем. Ну, шо ж теперь. Зато ты супермощный чувак. Будешь тащить. На том, что есть. Камень посетить. Так-то 12 уровнем все ограничены. А я даже не близко, да, по части прокачки. Сказать, что я кого-то там куда-то докачал. Надо нападать, я думаю. Ага. Так, минус единичка. Эм, да. Не очень удачно получилось, конечно. Ладно. Гнолей я для того и брал, чтобы где-нибудь их слить. С Аэрисом, я полагаю, мы и такой армией. Разберемся на раз-два. Без каких бы то ни было проблем. Эх, и мы не дотягиваемся прям чуть-чуть. Вы посмотрите. Какая печаль. Наверное, надо на перерез встать. А вот такой армии мы с ним разберемся, кстати говоря. Что-то я так решительно побежал навстречу. Но получается, кстати, что это... Слушайте, и тут единичка не хватает, да, буквально. Такие, смотрите, местные наши лидеры бегают. Герои армии, что одно никакое. Что у другого вообще просто слезы, можно сказать, а не армия. Так, здесь забираем. Слушайте, а у нас еще и ртути нет. Есть внешний рынок, да? Для того, чтобы гильдию поставить. Наверное, сюда надо отправлять тогда нам героя. Так, ты чего? Ты бежал куда положено. Здесь подкачаемся просто по дороге практически. Ну и поехали. Не все походили, ну шо ж поделать. Нормально. Ага. Так, Диммер, ты догонишь, потому что у тебя-то шансов больше. Прямо скажем. Догонит. Хорошо. Это неплохо. Ну и враг бежал. Да и пусть бежит. Лого, слушайте, ну теперь... Да, тут нет воздуха, но тут есть лого, тут есть земля. Вот это вот все. То есть, конечно, тут уже тяжеловато что-то предъявить по поводу, кто здесь главный. Ну что, переучиваем. В том числе и воскрешение, да. Сейчас наймем родного героя еще одного. Рынок. Денег много. Куры не клюют. Понятно, что мы сломили сопротивление оппонента, поэтому, в общем, уже без разницы. Ну и пятый уровень хочется поставить, в любом случае. Смотрим, что здесь. Печаль инферно. Ясно, понятно. Спасибо огромное. На самом деле, мне нужно, главное, Айну сюда разбить. Да, Джидит, ну-ка давай к Айне, беги. Она тебе передаст то, что есть. Так, а у кого замедление, слушайте? А, она, то есть, уже знала, что ли, замедление? То есть, сейчас не научилась. Ага. Окей. Давайте так. И вот так. Вот, Джидит остается тут за главную. Айну мы сейчас... Куда? Ну, по идее, к Диммеру надо. Да, у Диммера нет замедления. Все, я понял. И потом где-нибудь ее разбить на каких-нибудь рыбках. Правильно? Полагаю, что так. Тива стоит. У нее все хорошо. Замечательно. Джидит. Плюс атака. Пойти просто тоже покачаться. Пока есть время. Метеориточку выучила. Одобряю. Так, и погнали разбиваться. Так, здесь Айну еще немножко качнем. Смотрим, кто к нам пришел. Лора с гарпиями. Ну, значит, лора. Эх, как же я все-таки жалею, что я домокона не нанял. Прям мне печально и грустно от этого делается. Так, кто там за лорой сидел? Калид. Плюс Сера, кстати говоря. А вот Калиды, наверное, тоже надо брать. Плюс Сера. Это вообще-то неплохо, да? Учитывая, что мы играем за данж. Понятно, что он не родной. Но с нами 8 героев перейдут. Чем бы нам не воспользоваться этой историей. И, кстати, у нас есть лоин с молитвой, если что. Да, я думаю, что мы так и сделаем. Лоин с молитвой. Отлично. Мы его сейчас наймем и здесь оставим, чтобы наша барышня научилась у него молитве. Выведем его. Кстати говоря, можно было вот такую штуку еще здесь бахнуть заранее. Как-то. Ну, это ладно. Ну, вовремя, да, надо все делать. А я немножко затянул. Хорошо, Диммер, ты что? Сюда и погнали с тобой. Добежим до этого городка. Да, мы там знания получим. Мы тут СП-шечку возьмем. Тоже не будет лишним. Ты у нас вообще парень главный. Поэтому нам нужно тебя по возможности развивать. Слушайте, ну, тоже неплохая миссия вторая. Первая. Мне вообще понравилась The Inferno, которую мы играли. Это, ну, сказать, что она прям супер-пупер я не могу. Ну, в принципе. В принципе, неплохо. Обрыбок разбиваемся. Стоять. Выкупаемся. Плюс опыт. Здесь гарпию берем. Здесь молитву изучаем. Окей, так. И свеже нанятых ребяток мы просто прогоняем по камням опыта. Давайте дипломатию Лори возьмем. Почему нет? У нас дипломатов нет. Она основной не будет. Ну, мало ли где пригодится. Как дополнительная опция, да. Которая у нас есть. Много времени эти финальные действия не займут. Так. Надо смотреть, что там на пятом уровне. Слушайте, можно его так сделать. Правильно? Да. Определенно можно. Ставим гильдию. И там. И там зеркало. Кстати, слушайте. У нас вообще-то же есть башня. Может ее отстроить. Ой. Просто, я так понимаю, следующая миссия финальная. И проходить-то ее буду вот этими ребятами. А не инферно, если мне дадут выбор. Поэтому. Так-то что-то мне прям сразу захотелось. Я вспомнил про башню, что там есть библиотека. Потерпите мое общество еще немножко. Просто меня тут это, застращали. Говорят, да ты что там. Просто, ну. Очень все сложно будет. Вот это вот все. Я такой, ну там, попробую вообще взять стедвик. Прежде чем говорить что-то о сложностях этих компаний. Я такой, да. Прям. Не то чтобы приуныл, но призадумался. Задумался определенно. Слушайте. Ресурсов-то нету. Сейчас у нас, правда, серый будет. Принять ли гарпий? Давай. Почему бы нет? Давай примем. Так, здесь один герой, да, сидит. Давай гарпий отвезем, что ли. Подучим. Ламар уже не качается. Посмотрите на него. Так, вот-вот, руда. Ты стоишь. Ты плюс что? Плюс сила магии. Там будет плюс знания. У него пять, по-моему, будет, да? Там не будем забывать, что на нем шапка. Именно поэтому он такой якобы крутой. По части знаний. Но на самом деле все не так роскошно выглядит. Так, ладно, все, этих мы даже вот давайте вот в от камень опыта заводим. И дальше просто не бежим. Продвинутое обучение. Обалдеть, набрал ребят, да? Ученых. Один ученый другого. Воздух. Ну, давай, ладно. Уговорил. Умеешь ты Лоинс уговаривать? Вот что я тебе скажу. Не дать, не взять. Умеешь? Умеете? Могете? Так, где у нас барышня? Ну-ка. Так, нет, спокойно. Как-то так, да? Ну, и давайте быстренько сейчас мы здесь все отстроим. Все у нас будет. Такой нехилый отряд. Гарпий-то. Победа за нами. На грудничек лежит интересный. Ну, заодно карту подразведаем, да? Все-таки любопытно, что на ней было и что мы сразу не нашли. Ну, конечно же. Конечно, даже ты высокоморально и вот это вот все. И все у тебя в порядке. Вовремя сработала эта самая мораль. Минус шесть адских троглодитов. Как с куста. Так, ты забежал. Плюс знания. Отлично. Торговец артефактами. Угу. А в нем можно торговать, продавать артефакты на ресурсы? Это всегда можно было сделать? Сейчас мы и узнаем. Кстати говоря, нам как раз ресурсы нужны. Сейчас мы вот это вот все издадим. Надеюсь, это не отразится на возможности пройти игру. Будет занятно, если мы нападаем на город. Ну, там вроде нет никого. Да, можно было... Не то, подождите. Можно было и раньше, да, это делать. Во. Че нам нужно-то? Ну, как-то продал. Как-то даже плюс-минус ровно получилось, что для меня удивительно. Потому что делал я это абсолютно на каком-то рандоме, да. Так, ну и все. Никем... Так, айной мы туда добежим. Вот единственное, что мы еще сделаем. Заодно вот это вот посетим все. И все. Так, ты залезай. То есть прям мы время фактическое не тратим. Немножко игрового. Разве что. Принять. Ничего себе. Все хотят к джидиту. Удивительно. Ну и поехали. Библиотеку ставим. Она в любом случае будет нужна. Опа! Опа! Внезапно! Хьюстон у нас проблемы. Джем до 50. Так, ща, подождите. Дайте-ка я соображу. Не то, чтобы это называлось довыпендривался. А разбиться тут есть на ком, да? Ну вот, допустим, на вас. Не-не-не, мне надо... Мне надо просто от вас уйти, ребятушки. Да, жалко глазиков, но как бы мне нужно не допустить потери города. Правда, тут еще парень же бежит, да, сюда. В этот угол. Надо было армию, что ли, здесь подоставить. Так, ладно. Чернокнижник 10 уровня. Иди сюда. Вот это мы все взяли. К битве готовы, получается. Так, гильдия пошла. Как-то они так, это, прям раз и внезапно хлынули по карте. Тирис вон какая-то тут. В общем, надо их наказывать. Вот что я вам могу сказать. Так, с тобой что делать? Иона. Иона. Она как бы вроде и не сильная особо, да, но что-то делать надо. Так, у нас была деревенька вот здесь. Здесь есть, в принципе, даже какие-то ребятушки. Кстати, Аэрис есть третьего уровня. А может нам Аэрису взять себе вместо Лоэнса. Лоэнс у нас парень бесполезный, молитву он отдал, поэтому мы его и возьмем. Так, Аэрис, да, вот такой паренек. Будет, да еще и с баллистами. Посмотрите на него, каков красавчик. Так, для морали, наверное, вот так сделаем. Портальчик, мало ли кто припорталец, нормально. Или торговца артами, слушайте, сейчас мы его еще и усилим. Деньги есть? У нас же ледяная молния на тебе есть? Нету. Ну там есть Айна, которая тебя научит, да? Не сказать прям, что ты супер какой усиленный получился. Ну да ладно. Сможем ли мы им остановить ту барышню? У него всего лишь второй СП. Но тут есть где его качнуть. Да, теперь есть все. Земля базовая. Тут плюс ИСП, да, тебе залетит. Так, ну поехали. Поехали дальше. Этих двух мы сейчас локализуем. Так, тот убежал. А убежал, вот он он тут туда-сюда сквозит. Так, окей, хорошо. Хорошо. Как-то так и деньги внезапно кончились, да? Ну, тпшечку. Ну-ка. Нет никаких тпшечек. Молитва, клоун, цепь молнии. Ну, значит, тпшечка это... Это не вариант для нас. Ну, в теории мы можем здесь попытаться... Ну, не попытаться отжать город, а отжать город и тут найти... Именно здесь ее найти. Ну, в общем... В общем, это как пойдет. Ладно, погнали. Город будем отбирать. Ты у нас все здесь выучишь. Да, всю магию. Аирис. 60 маны, в принципе, как будет сейчас бахать этим... Молнией, да? В принципе, мы можем разбить сюда... Какого-нибудь... Где наш... Диммер, где у нас? Вот. А, Диммер-то у нас тоже тут страхует. Ага. Диммер разбить. То есть, Диммер-то понадежнее будет отбиваться, да, там? Так, ну это уже завтра. Да, наверное, мне нравятся Диммеры, потому что вот этот красный, скорее всего, побежит. И, в общем... В общем, это будет такая неплохая страховка. Я полагаю. Так, ты... Что делаешь? Получаешь себе новых бойцов в армию? 138 гарпи-ведьм. Обалдеть. Так, Джидит. Хорошо, Диммер. Ты погнал разбиваться на глазиках. Да, отступаем. Есть. Аерис просто с армией получается. Айна здесь просто засела и сидит. Не высовывается. Мы нанимаемся. Здесь нужно сейчас прямо трейдить все ресурсы и ставить таки гилду, да? Последнего уровня. Но на сколько нам хватит? Да, по идее, хватает. Да, да. Отлично. Почти в ноль, слушайте. Почти в ноль мы тут все загнали. Гильдия пятого уровня. Так. Вот это уже интересно. То есть, получается, нам надо забрать город и такие разбить сюда. И кто у нас там? Джидит, да, будет воевать. Ну, потому что дверь измерения, а у него как раз воздух появился. Земляные элементали ему не сказать, что прям супер важны. Но все-таки. Так, 120 маны. Окей. Ну и в принципе, что? В принципе, готов-то у нас, да? Защищать. Нашу армию. Вот так еще мы тебе отдадим. Вот этих ребятушек. Ну и погнали на штурм. Забираем город. Потом тут мы этим пареньком разбиваемся. Продвигаем магию воздуха. Ну, можно попробовать чуть получше, да? А почему вот эту единичку не стали бахать? Так, у него по-прежнему пока нет ничего по части, да. То есть, надо ему еще и переучить. Нет массовых кастов. Какой красавчик-то. Еще и мораль. Да, неплохо. Неплохо сыграно. Ничего не скажешь. И еще тут мораль. Ну, это на заклание медузам. Так, ну мы тогда сливаем вот этих парней. И сейчас всеми бахаем, как умеем. Тебя надо забирать. Возвращать себе первую скорость. В этой игре у гномов, воинов резист к магии не срабатывает. Экспертный воздух. А вот экспертный воздух означает, что мы сможем по карте прыгать как не в себя. Так, ну тут я не буду уже ничего отстраивать. Тут магия первого уровня. Это прям даже... Прям даже как-то и несерьезно. Мы на всякий случай зайдем. Ну, мало ли у нас чего-то не было, да? И разбиваться. Так, оставляем здесь войска. Опять-таки на всякие пожарные. Ну, тупо идти разбиваться и сливать просто все войска, да? Как-то смысла я в этом не особо вижу. Ну, все. Вроде все. Главное мы сделали. Красный там залип. Стоит, боится. Джиди сейчас научится. Всему, что нужно знать. Надо, кстати, еще вот что сделать. На всякий случай. Ну, не на всякий случай, а прям надо, да? Тут есть чем поучить. И землетрясение, антимагия, метеоритка. В общем, это не лишнее определенно. Так, и что еще? Давай-ка мы усилим нашего Диммера, который поедет, поищет вражеского героя. Так будет понадежнее, поувереннее. Армия побольше. Конечно, вот эти разбивки-переразбивки, да? С учетом того, что мы отдаем много... Ну, оставляем много армии, да? То есть у нас с собой армии-то нет. Сейчас мы что-то на стрекозах еще потеряем, естественно. Они быстрые, но... Ну, какие мораль? Ну, что это, ну? Некрасиво, с вашей стороны. Ладно. Понял. Понял, принял. Единички сейчас дотыкают змейку, да? В общем, потери чуть меньше сделали, и... И то неплохо. Ну, заодно покачаемся. Смотрите, сколько мяса. Кентаврийного. Ну, наверное, для начала вот так. Так, здесь немножко кривовато разбежались, но это ладно. Десятый уровень. Ну, больше тысячи еще опта. Ну, уже уровень не маленький, да? Поэтому удивляться не стоит. Ну, тут бы я и спешечку бы забрал с удовольствием. Да, и вот такой набор у нас героев, кстати, да? Поедет в следующий сценарий. Пока мы красного не добьем, пока он где-то не сольется, или, в общем, что-нибудь еще с ним не случится, не слишком приятно, игра продолжается. Ну, или пока не пройдет 7 дней с момента потери города. Поэтому мы вроде как имеем даже какой-то запас по времени. Тут можно стрелочки покидать. Думаю, что этого вот будет как раз достаточно по этой части. Да. Можно даже было последнюю, наверное, и не использовать. Корону мы не забираем, вот за ИСП-шечкой бежим. Где красный-то что-то он убежал? И, 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 ну, и... Ну и что? И где тебя искать? Ну, видимо, сейчас просто у нас закончится эта неделя, и на этом закончится и игра. Так, кстати, хижина ведьмы. Воздух, да, нам нужен. Слушайте, ну давайте через запись сделаем. Я, то есть, не хочу запарывать Диммеру прокачку. Если можно не... Вот это вот называется скилл. Вот это вот скиллово было сейчас. Без вопросов. Представляете, какой шанс на то, что тут будет воздух, да? Мы еще и успеваем и знания взять. Куда он делся, слушайте? То есть, куда отсюда можно было убежать? Тут прохода нет. Он не пробивался тут. Ученый, кстати говоря, есть. Надо тоже, тоже надо, кстати, записаться перед ученым. Он, видимо, в угол вот туда забился. А может там, да, там вроде для города нет места. Плюс ИСП-шечка. А вот сюда еще можно, да, пройти. Так, ну и вот мы его видим. Так, мы его вот видим. Вот видим, где. Вот он. Ее. Но мы ее вряд ли успеем догнать. Хотя, наверное, хотелось бы. Десятый уровень. Так, сундучок надо брать, потому что это уровень для нас. Даже минимальный сундук позволяет продвинуть. Вот так, стоп. Кстати говоря, стоять. В смысле мы ее вряд ли догоним? Конечно же мы ее догоним. Но сейчас как раз неделя, да, пройдет? Да. Не состоялась у нас финальной битвы. Ну что, друзья мои. Вторую миссию мы прошли в компании Подземелья и Дьяволы. Как по мне, было довольно-таки, опять-таки, бодро и весело. Как и первая миссия. Первую уложили в одну серию. Здесь специфика карта сама подсказала нам, что в одну серию мы не уложимся. Нужно делать две. Ну, плюс, видели, я в конце немножко построил здесь магию. Не сказать, что добился всего, чего хотел. Нет, ТП очень хотелось. Это как вы понимаете. Зато есть ДД, да. Портал, позволяющий прыгать. Точнее, телепорт, который позволяет прыгать по карте. Если есть экспертный воздух, то в компаниях это можно сделать без ПВП режима аж четыре раза. Ну, в общем, будет интересно. Полагаю, следующая миссия последняя. Писали мне, опять же, о том, что в начальных кампаниях возрождения Рафии компания имеет по три миссии. Две мы прошли. Соответственно, отправляемся в следующую, где, мне говорили, будет непросто. Стедвик забрать очень сложно и все такое прочее. Ну, поглядим. Я-то, если честно, не помню, вообще проходил ли я эту кампанию или нет. Так что эмоции будут абсолютно новые, свежие, чистые и неподдельные. Если вы понимаете, о чем я. Засемь позвольте откланяться. Это был Интиквар. Жду от вас активности. Оставляйте комментарии, эмоции, впечатления. Все вот это приветствуется. От спойлеров прошу воздержаться. Огромное спасибо спонсорам канала за поддержку. Всем удачи и до встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова